Фотографии дедушек и бабушек, георгиевские ленточки и красные гвоздики. На марше памяти в 8 микрорайоне нет равнодушных людей. Здесь, в народном строю, ветераны Великой Отечественной, внуки и правнуки победителей. И хотя последние о войне знают понаслышке, для них участие в шествии – святая обязанность. Перед теми, кто ценой своей жизни подарил жизнь нам. Мы обязаны помнить, чтить, уважать всех тех, кто пал за нашу Родину. Эти люди шли добровольно на фронт, и мы обязаны просто проявить уважение. Мемориал в деревне Глазынино – первая остановка марша памяти. На отреставрированном монументе имена ушедших на фронт и не вернувшихся домой жителей деревни. Наша главная задача – это пронести вот эту память через поколение, дать вот это светлое зерно нашему подрастающему поколению. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. На первом марше, если с нами их шло порядка 100 человек, то сейчас не наберется уже и 20. Сейчас сложно представить, что на 22-м километре Минского шоссе когда-то был госпиталь. Умерших там бойцов хоронили в лесу рядом с Глазынино. Монумент на братской могиле появился в конце 60-х годов прошлого века. Моя прабабушка была зенитчицей. Мой прадедушка был красноармейцем. Иваны, не помнящие родства – это не про современную молодежь. Они знают своих предков и их подвиги и отказываются верить, что однажды история может повториться. Хочется, чтобы никакого фашизма на земле не было, чтобы все жили в мире и согласии. Люди многие не понимают, что происходило 71 год назад, но я думаю, что люди опомнятся, вспомнят, что сделали наши предки, что сделали их предки. Со своей стороны потомки победителей обещают чтить и оберегать память дедов и вспоминать о ныне живущих ветеранах не только 9 мая. С Днем Победы и с Днем Победы!